Друзья, всем большой привет! Рад вас видеть на моем канале, и у меня для вас две очень крутые новости. Первая из них это то, что меняет наконец-то микрофон. Очень крутой, будем записывать звук, во-первых, на видео хорошо, так еще и будем стримить. И да, вторая новость, то, что я буду стримить, теперь только осталось решить, где? На моем вот этом основном канале про кроссовки. Либо же делать отдельный, либо же делать на твиче и сделать нарезки на моем канале. В общем, если у вас есть какие-то идеи, пишите, конечно же, в комментариях. Мы все это выслушаем, примем, а мы приступаем к видосику. Погнали, друзья! Сегодня у нас одна из самых культовых парнаки, которая, в принципе, когда-либо существовала и существует на данный момент. Это, конечно же, 95-й Айрмаксы. И знаете, они меня преследуют всю мою жизнь. Вот когда я жил в городе Ознакаево, с населением 300 человек, конечно, мало у кого они были, но были. И я уже тогда смотрел и видел, и думал, какие же они крутые, господи, я себе хочу, но позволить, конечно же, не мог. И в моем возрасте было два выбора. Либо это 95-й Айрмаксы, либо это 90-е, либо это просто какие-то паленые кроссы с рынка, что было чаще всего у всех. И в оригинальных 95-х, ну, почти ни у кого не было, у всех была пара. Ну, вот я повзрослел, и у меня появилась возможность купить эту пару. Но почему-то до сих пор у меня их на полке нет. У меня есть почти, ну, большинство известных силуэтов у меня 95-х. Спросите, почему? Потому что мне ни одна расцветка, предыдущая, не нравится. Потому что вам серьезно скажу, то есть, они все серые, все скучные. Если вы зайдете в дисконт, они будут вам стоить, ну, 7, может, 6 тысяч. И, в принципе, цена доступная. Но я их не хочу покупать, потому что это скучно, это серая расцветка, неинтересная. Она ничем не цепляет. И, конечно же, все их подряд носят. И, соответственно, я не хочу быть, как все, я не хочу быть серой массой, которая носит одну и ту же пару. Я хочу себе либо какой-то эксклюзив, в которых уже давно не выходило, либо что-то интересное, что, опять-таки, не найти. Ну вот, в 2020 году у нас выходит CityPack и, на мое удивление, выходит обалденнейшая пара 95-х Air Max, которую я вам сейчас, конечно же, покажу. Вообще, в CityPack входит достаточно много пар, такие как 90 Air Max. Есть вот у нас Лондоны, есть у нас, хотел сказать, Нидерланды. Как там? Амстердам, точно. Амстердам. Есть все такие ужасные Nike. Я не знаю, можно сделать, знаете, такое видео и назвать это самая ужасная пара Nike. Это Nike Mars, которые на подошве 270, они просто ужасные, и они тоже были в CityPack Лондон. Все. Меньше разговоров, потому что... Хотя, знаете, сегодня будет очень много разговоров, потому что пара внесет в себе кучу интересных моментов, кучу исторических моментов, которые обязательно нужно обговорить, потому что я открыл обзор 95-й и не нашел их нигде, то есть, ну, в смысле, интересных фактов. А их очень много, и истории создания очень интересные. Так что мы приступаем. Ну, про бумажку, про коробку, я думаю, смысла нет говорить. Здесь, как у всех, все как обычно, все клубнично. Точнее, наоборот, все ужасно, как бы обычно, туалетная бумага. Все. Коробку скип. Кстати, сразу расскажу про посадку, потому что мы к кавуру перемещаться не будем. Или будем? Не будем. Размер 8,5. Вы спросите, почему я взял 8,5, когда у меня 7,5? Вот я сам не знаю. Во-первых, в наш магазин не приехала восьмерка. Ну, просто ее нет. Вот, начиная, они сейчас идут от 5 до 7 US и от 8,5 до того, в целом, 10,5. Ну, как бы, обидно. Почему не обделяют? Нехорошо. Ну, ладно. В общем, не сильно-то я расстроился, потому что они, маломерки, и на мой 7,5, 8,5, в принципе, сели неплохо по посадке, но визуально они, кажется, чуть-чуть большеваты. И мне это не нравится, когда пара не подстать твоему росту. И, типа, выказать, как Буратино в таких вот длиннейших туфлях, сам метр с пеньком, короче, ну, такое, типа, не очень. Что ж, приступаем к истории, потому что есть о чем поговорить сто пудово. Создателем данной пары был Серджио Лазана. Я прекрасно понимаю, что это вам ничего не говорит, но возьмите тот факт, что это человек, который никогда не занимался дизайном спортивной обуви. Его привлекли, так как он, знаете, такой молодой, наивный, горячий парень, чтобы он создал что-то такое противоречивое и довольно-таки интересное, суперсвежее. И, как видите, у него получилось. Но на его пути было огромное количество преград. И одна из них, это, конечно же, компания Nike, которая постоянно душила, говорила не так, не то, не то. И он молодец, он выдержал это испытание и выпустил мега-крутую пару, которую мы сейчас имеем, и которая является одной из самых культовых, я опять-таки повторюсь, и она прослеживается во многих субкультурах. Так как, знаете, вот интересный факт, что протектор подошвы 95-х Air Max в Германии больше всего находится на месте, там, где рисуются граффити. Соответственно, граффитчики используют именно эту пару чаще всего. Идем дальше. Если вы посмотрите на пару, то здесь прослеживается связь с человеком. Вы спросите меня, ты что, crazy? И я скажу нет, потому что реально здесь, если брать весь силуэт и идти прямо с самого верха по низу, получается строение человека. Начнем, давайте сверху. Вверх кроссовка, как и кожа человека, сделана для того, чтобы отлично дышала и ваши ноги не потели и получали кислород. Правильно? Правильно. Идем дальше. Если посмотрите вот на эти вот ребра жесткости, которые здесь сделаны для шнуровки, это как наши ребра у человека, соответственно, которые тоже держат наш скелет. Я не силен в анатомии. Я не вам расскажу, как это должно звучать правильно, но я скажу своим языком. Эти ребра жесткости, если смотреть на человека, проецируются, как ребра у человека. А вот эти твердые волновые вставки по бокам имеют связь с психологическими мышцами, потому что они упругие, они держат вас в форме, в тонусе и не дают вам развалиться. А если взять этот баллон Nike Air и вот саму систему подошвы, это скелет, на котором все стоит. И в принципе, по идеологии оно так и есть. И это такое, знаете, тоже, если бы вы эту информацию не знали, вы бы и так хорошо прожили эту жизнь. Но это нужно знать, если вы увлекаетесь кроссовками, а тем более 95-ым, потому что этот факт мало где фигурирует и даже на условно-описаниях в сайтах это не указано и это на самом деле обидно. Так, чтобы вы не заскучали, давайте все-таки надену этот пар на ноги, закину ноги на стол и продолжу историю рассказывать про них, потому что есть, что еще рассказать и эти факты довольно-таки интересные. Пока буду их надевать, я скажу немножко про саму шнуровку. Она у них обалденная. Мне нравится, когда шнурки спокойно так расходятся, не нужно их перетягивать, не нужно вот эти вот петельками мучиться, реально, вот просто взял, вытащил, как тебе нужно, затянул, все, это кайфово. Во-вторых, строение кроссовки интересное изнутри. Это как некий носок, который вы засовываете ногу, то есть язычок, он привязан к самой подошве. За счет резинок он растягивается и ваша нога соответственно фиксируется, поэтому их может в принципе не завязывать, как в принципе и рэперы делают, потому что это такой стиль, когда вы такой максимально широкий. Так что все, давайте, ну-ка. Конечно, они идеально будут считаться носками рибок и с брюками адидас. Ох, я сейчас буду делать растяжку еще, блин, капец. Так, пока я шнурую эту кроссу, точнее кроссовки, обратите внимание подошву, потому что она тоже сделана прикольно. вот эта вот пластиковая вставка, это не баллон, не переживайте, он не взорвется при носке. Это пластиковая вставка, которая сделана под стиль самой раскраски этой пары. Так, ребята, я, конечно, надел так, как это делать не нужно, с высокими носками, которые идут именно по щеколотку. Это максимально отстойно, так они еще и рибок, так еще и штаны адидас. Но, это же лайфстайл, ребята, я просто надел все, что было. Мусор уберем. В общем, что интересного, еще про них можно рассказать. После того, как был релиз и пары начали хорошо расходиться, что еще можно делать? Конечно же, как-то увеличить продажи. И в Гонконге, в то время, когда была дикая вот эта популярность на разные карточки, там, из аниме или еще из каких-то мультфильмов, когда они их коллекционировали, Nike такие, вау, мы же можем делать автомат, который люди просто кидают монетку и получают карточку, коллекционную карточку Nike. И давайте же мы разберем, какие три вида было, чтобы понять, какие же реально крутые раньше были акции. Это не вам, как сейчас, вот типа, знаете, возьми одну вещь, вторую подарок, для этого говно акции. Вот реально раньше были такие маркетинговые ходы, которые заставляли людей покупать пары. Как это было? Это было так, вы просто приходили в магазин, кидали монетку, вам падала карточка и в зависимости от того, какая вам карточка подала, вы получали определенную фишку. Там, условно, если вам подала обычная карточка Nike коллекционная, то вы просто получали скидку на 95 Air Max. Если же вам выпадала голографическая карточка, которая переливается, вы уже получали возможность купить пару, которую не все могут купить. Соответственно, это был, так скажем, эксклюзивный доступ к релизам, и это было круто. И третья, самая редкая, конечно же, карточка, которая выпадала меньше всех, это карточка, которая позволяла вам кастомизировать пару, как вы захотите. Это сейчас, в 2020 году, вы можете просто зайти на сайт, как угодно их разукрасить и получить. Раньше такого не было. Вы получали карточку, давали ее, и только после этого у вас появлялся шанс разукрасить ее, как хотите. И это было реально очень круто, потому что вы могли таким образом выделиться и быть не как все. Давайте немножко поговорим про функционал данной пары, потому что создатели этой пары, Sergio, делали на этот упор, чтобы в них можно было и побегать в дождь, и побегать, условно, в сухую погоду, и просто носить на каждый день. Здесь сделано, вверх сделан из сеточки, как я и говорил, который, в принципе, хорошо дышит и не дает вашей ноге промокнуть. Дальше идет у нас кожа и баллон air. В принципе, все. Изнутри у нас текстильное исполнение, как я вам сказал, есть резинка, и есть надпись Корея, потому что ситипак связан с Кореей, и в принципе, сделано все это аутентично, реально смотришь, и на ум, в принципе, кроме Кореи, больше ничего не приходит. Целое решение крутое, и одно из самых интересных, я считаю, за последние два года минимум. Вот. Ну, про баллон air что вам рассказывать? Вы и так все знаете, друзья. Если бы вы ничего не знали, вы бы, скорее всего, даже не подписались на мой канал, потому что основы, ребят, надо знать. Но если же вы хотите увидеть видео про сравнение всех подошв, материалов и бустов, и там air, то я, конечно же, могу все это записать. Просто нужно ваше желание, чтобы вы захотели, поэтому тоже комменты пишите, все это можно устроить. А так, спасибо большое, что смотрели, надеюсь, вам это видео понравилось, и получилось на довольно-таки живым, и, так скажем, в режиме live, потому что пара обычная, поэтому пришлось накидать вам больше интересных фактов, нежели показывать на ноге, рассказывать про посадку. Я уверен, что больше 50% людей либо их уже мерило, либо их уже трогало, и просто иметь таким какое-то отношение. Поэтому просто поделюсь с вами ситипак, который реально достойный, и если вы думаете насчет покупки 95-х airmax, то обратите, пожалуйста, внимание лучше на них. Я понимаю, что они дороже, да, я понимаю, что в дисконте есть дешевле варианты, но в дисконте они ужасные, а вот это, это реально достойный вариант, который стоит приобрести, поэтому спасибо, что смотрел, ждем тебя на новых видео, удачи!